Бодание для всех, ненужные шлагбаумы и некачественная охрана. Часть жителей одного из СНТ восстала против своего председателя. Люди считают, что он злоупотребляет полномочиями, к тому же не дает ответов на интересующие их вопросы. Чтобы разобраться в причинах конфликта, на месте побывала наша съемочная группа. Они говорят, что это собственность СНТ. Начинаем бумаги открывать, то есть на собственности СНТ ничего. Куда уходят деньги – это один из главных вопросов жителей садового товарищества Аэрофлот. Каждый год они платят приличные целевые взносы. Но вот отчетных бумаг добиться не могут. По словам Натальи, за участок в пять соток в этом году она заплатила уже восемь тысяч. Да вот только вместо комфорта с каждым годом проблем становится все больше. Одной из них стала установка сразу восьми шлагбаумов, которые нужны далеко не всем. Какие решения принимаются, мы этого ничего не знаем. А когда начинаем лично беседовать или по телефону, на нас цепятся маты, перематы и угрозы. Разговор пришел к тому, что я тебе обрежу свет, потому что ты не голосуешь за то, чтобы установить шлагбаумы. Один из шлагбаумов все-таки поставили. Но проработал он недолго. Специалисты управления автомобильных дорог по краю установили, что ограждение установлено незаконно и демонтировали его. Но есть у жителей СНТ и другие вопросы к членам правления. За охрану жители СНТ платят по 3000 рублей в год. Если умножить эту сумму на 736 участков, то получается больше двух миллионов. А по словам дачников, на месте находится один, максимум два человека. И никаких регулярных обходов, про которые, говорит председатель, они не видели. К тому же, по рассказам жителей, тем, кто недоволен, их работой охранники часто угрожают. Ты смотри, аккуратнее. Это тоже охранник. Язычок не приткнешь, отойдешь от участка. Мало ли чего у тебя там произойдет. Вот это охрана, от которой надо еще делать одну охрану. Угрозу люди слышат и от председателя товарищества. По словам жителей, иногда от них правление даже переходит к делу. 27 декабря у меня день рождения. Они мне хлесть, среди мороза отключили свет. За то, что мы не относимся территориально к СНТ Аэрофлот, мы космос. Но электричество мы оплачали регулярно. Но нас отключили под благовидным видом. Потому что мы отказались с членских взносов. А мы территориально не относимся... Вы знаете, даже не угрозы. Шантаж. Откровенный шантаж. Пора уже, по-моему, поставить человека на место. Заставить его. Он пенсионеров просто, ну извините, уже взял такие клещи. Последней каплей для многих жителей стало решение правления СНТ перенести будку охраны и установить ее прямо на колонку с питьевой водой, которой пользуются все. Просто колонка не работает. Я хорошо сел, уехал. Подъезжает буквально через 30 минут соседка и говорит, ну что значит разгорать? Я говорю, воды нету. Как так? Я говорю, только что набрала. Ну я возвращаюсь. Тут же я говорю, как это, воды нету? Приехал, говорит, наладил. Я включаю. Он, Кюр не работает. Он, включай, включай. И я так подозреваю, что-то внутри есть. Какой-то переключатель. Угодным вода есть, неугодным, соответственно, воды нету. Зато просто проезжающие мимо воду наливать могут. Правда, не бесплатно. Для этого нужно заплатить целевой взнос. Выдаются даже квитанции об оплате. Такая же ситуация с посещением озера, возле которого висит табличка, что оно принадлежит СНТ и Аэрофлот. А те, кто не платит взносы на его содержание, доступ к водоему запрещен. Правда, на каких основаниях это сделано, непонятно. Встретиться с председателем СНТ нам сегодня не удалось, но мы поговорили с ним по телефону. По его словам, в инициативной группе недовольных в основном должники, а все решения принимаются на общем собрании. Для понимания, у вас вводят заблуждение, это полное заблуждение. Проголосовало 400 человек. То есть это уже собрание считается действительным, больше 50%. По результатам голосования 80% за шлагбаум, 20% против. Какое решение мне нужно? Недовольные жители создали инициативную группу и пытаются получить ответы в разных инстанциях. На место уже приезжали специалисты лесной охраны и прокурор Емельяновского района. А сейчас в ситуации разбирается администрация Еловского сельсовета. Ксения Гречихина, Григорий Горячих, Валерий Чащин. Седьмой канал.